Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии в Шотландию в 2019 году я расскажу про город Данфёрлин. Итак, напомню, наше путешествие началось с Эдинбурга, в который мы прилетели из Лондона. И практически сразу в 11 часов утра мы отправились на поезде в Данфёрлин. Вот вам показываю кадры, как мы отъезжали от Эдинбурга, и в данный момент вы видите скалистую гору, на которой стоит Эдинбургский замок. Так что до замка снизу никто не доберется по скалам. Вот такая вот неприступная королевская крепость. Ну, а мы едем по знаменитому мосту Фордбридж 1890 года постройка, и пересекая залив попадаем в пункт нашего назначения. Итак, Данфёрлин – это шотландский город, который расположен в области Файв на берегу залива Фёрд-о-Форд, северо-западнее Эдинбурга. В средние века здесь располагалась главная резиденция шотландских королей. Существует несколько версий возникновения названия Данфёрлин. Первый из них элемент «дан» в переводе с гаэльского связан с укрепленным холмом. То есть имеется в виду расположившиеся здесь скалистые породы на месте башни Малкома Кенмора и Питтенкрив Гленн. Ныне это Питтенкрив Парк, в котором мы с мамой побывали, позже я вам его покажу. По другой версии, из эфира, согласно средневековым архивным записям 1455 года, это возможное альтернативное название «башни Бёрн», которое вместе с рекой Либёрн на юге подразумевало укрепление между этими двумя водотоками. Территория современного Данфёрлина была заселена человеком еще в эпоху неолита. Первое упоминание о городе относится к XI веку, когда король Шотландии Малкольн III сочетался браком в церкви Святой Маргариты в Данфёрлине. Он и сделал Данфёрлин столицей Шотландского королевства, который оставался столицей до потери Шотландии, независимости и присоединения к Англии, когда Яков VI перевел шотландский двор в Лондон. Карл I стал последним шотландским королем, который родился в Данфёрлине. Однако свою жизнь он закончил в Лондоне на Эшафоте. Он был обезглавлен своим собственным народом. Возрождение Данфёрлина начинается с XVIII века с развитием текстильной индустрии. Важную роль в этом сыграли наличие реки и возможность построить фабрики, а также близость порта. Во время промышленной революции город стал центром льняной промышленности. В настоящее время большинство работающего населения занято в сфере розничной и оптовой торговли, здравоохранения и социальных услугах, а также в сфере коммуникации и информации. Данфёрлин сохраняет большую часть своего исторического значения, а также представляет возможности для отдыха. Занятость сосредоточена в сфере услуг, при этом крупнейшим работодателем является Sky UK. Сегодня в городе проживает около 60 тысяч человек. Мы мало что знали об этом городе, в экскурсионных гидах мы не нашли каких-либо таких значимых достопримечательностей, кроме одного – Данфёрлинское аббатство. Туда мы первым делом и направились. Пройдя по High Street, то есть самой главной городской улице, в сторону церкви, мы, естественно, пересекли множество магазинов, в витрине одного из которых увидели огромные трусы. «Что же там продается?» – подумали мы. Ну, естественно, это был большой склад различных трусов. Но мы не стали заходить и направились дальше к церкви. Там, так как мы с 4 утра не спали, мама очень сильно устала, мы приехали где-то часа в 2, наверное, в город, рядом с церквью был небольшой парчок, где обычно находится старинное кладбище, и стояли лавочки. Пока мама завалилась на лавочке отдыхать, я ходила вокруг церкви, вокруг аббатства, снимала всё это великолепие. Наверху на церкви написано «Кинг», «Брюс», в общем, имена королей, которые там родились и проживали. Также немножечко спустилась вниз с холма и увидела такую площадку с лавочкой, откуда открывался вид на вот этот вот залив. Из этого места мне удалось с помощью огромного зума на моей камере захватить вот этот вот железнодорожный мост, Форт Бридж, который мы пересекали на поезде. Вот как он выглядит со стороны, вам показываю сейчас. Итак, что же такое Дамферлинское аббатство? Это королевский мавзолей шотландских королей. Здесь были похоронены 18 членов королевской семьи, в том числе и семь королей, от королевы Маргарет в 1093 году до Роберта I, который стал последним из семи шотландских королей, захороненных в 1329 году. Внутрь аббатства, чтобы посмотреть эти могилы, мы не пошли, так как это платная услуга, стоила это где-то 7, по-моему, фунтов. Ну, я так прикинула, 14 фунтов за то, чтобы посмотреть могилы. Для студента очень накладно платить было, поэтому мы решили пойти дальше, гулять по парку. Парк Питтенкрифф был возведен американским филантропом шотландского происхождения Эндрю Карнеги. Здесь же находится дом-музей, в котором родился Эндрю, и мемориальный зал, рассказывающий историю его жизни. Также Эндрю Карнеги профинансировал первую в мире библиотеку, которая находится в здании XIX века. Благодарные горожане открыли памятник этому меценату прямо на входе в парк. Дальше, прогуливаясь по парку, мы нашли огромное количество различных цветов, и маки, и ирисы, и различные беседки, а также я увидела вот таких вот замечательных голубоглазых птичек и сняла это на видео. Помимо этого, повсюду в городе можно найти огромное количество чертополохов. Это один из главных символов Шотландии, который венчает и лавочки, и ворота в парк. Огромное количество ковки я нашла именно в этом городе. А также в этом парке я увидела сам чертополох. Он, правда, не был таким огромным, как изображают его шотландцы, но зато на него уселся шмель, и я стала снимать этого шмеля. Вот как это выглядит. Прогулявшись по парку, мы решили ехать в наш следующий город Данди, в котором мы и заночевали, а наутро уже отправились изучать этот город. Рядом с вокзалом я увидела такой вот зеленый пикап, на котором было написано «Добро пожаловать в Шотландию!» «Welcome to Scotland!» Ну и решила на фоне него сфотографироваться. Добирались мы на поезде около двух часов. И когда приехали в Данди, уже начинало темнеть, мы еле-еле нашли свой отель «Индига». Он был немножечко вдали от центра. Добрались туда и завалились спать. Вот как выглядел наш отель, вам показываю. Очень нам понравился номер, такой чистый и такого бизнес-класса, я бы сказала. Этот отель нам обошелся в 55 фунтов. Если кого-то он заинтересует, название и адрес подкреплю внизу под роликом. А наутро мы позавтракали, и я сняла ресепшн, как выглядит. Очень интересно, там прямо как в музее. Какие-то экспонаты стоят. Ну и пока у меня был чек-аут, я разговаривала с администратором. Девушка была из Польши, она спросила, как нам понравилось. Ну как-то мы разговаривали, немножечко поболтали и уже дальше пошли гулять по Данди, о котором я вам расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok